Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о самых важных событиях этого выпуска. Крепость Веры. Коллективный пятничный намаз прошел сегодня в Джума мечети Махачкалы. Перед молитвой коснулись и темы предотвращения угрозы эпидемии. Работа в селе есть. По программе «Земский доктор» трудоустроены уже более тысячи врачей. Кроме того, увеличены суммы выплат. Сборная Дагестана по тайскому боксу готовится к профессиональным боям, которые пройдут в городе Екатеринбург. Пятничный намаз никто не отменял. Верующие столицы сегодня прибыли в мечеть на коллективный Джума намаз, который прошел на этот раз в немного укороченной форме. Также в ходе пятничной молитвы перед прихожанами выступили представители власти, министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов и заместители министра здравоохранения республики Салман Ахмедов. Подробнее расскажет наш корреспондент Абдул Алиев. Невзирая на сложившуюся ситуацию в мире, верующие республики в обычном порядке прибыли на обязательный коллективный намаз. Перед ними выступили представители власти. Они призвали граждан избегать места скопления большого количества людей и соблюдать правила гигиены. А также заверили, что в республике принимаются все меры безопасности для предотвращения возникновения эпидемии в регионе. Основной для паники нет. Принимаются меры для того, чтобы исключить возможность максимум возможного, для того, чтобы люди соприкасались друг с другом по массовым мероприятиям, местах массового скопления людей. Это только с одной целью, еще раз повторюсь, о том, чтобы здоровье людей было на первом месте в республике. Все органы управления знают, что нужно делать в таких ситуациях. Побольше побывать на свежем воздухе, проветривать помещение и, самое главное, соблюдать личную гигиену. Вот это то, что мы просим. Я очень благодарен от имени министра здравоохранения, что хочу это выразить. Муфтият Республики совместно с нашей жумой мечетью проводят очень большую профилактическую работу, салитарно-просветительную работу, хотя это функции нашего ведомства. Отметим, что подобные обращения представителей власти были организованы во всех муниципалитетах республики. Также имамам центральной жумой мечети столицы республики было отмечено, что до совершения коллективных намазов были предприняты все меры предосторожности и поводов для опасений нет. Все меры предосторожности, все соблюдены и нет для этого никакого повода, уважаемый джамаат, чтобы переживать или для этого какую-то панику сеять. Все могут также, прихожане, приходить. Однако, учитывая режим повышенной готовности, объявленный в республике, пятничное богослужение прошло в укороченной форме во всех мечетях Дагестана. Отметим, что ранее в мечетях республики были проведены работы по дезинфекции. Для помощи пожилым и маломобильным гражданам на время возможного распространения коронавируса ОНФ по Дагестану открыл специальный штаб. Волонтеры купят нуждающимся необходимые продукты, лекарства и товары первой необходимости. Для этого достаточно позвонить по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 234 11 и оставить заявку. Пока добровольцы выезжают только к пожилым людям старше 65 лет и маломобильным гражданам. Остальным будет оказана консультативная, психологическая и юридическая помощь. В Дагестане одна из самых низких зарплат по стране. По данным аналитиков, в республике в среднем зарабатывают чуть более 27 тысяч рублей. Доход дагестанцев практически вдвое меньше среднероссийских показателей. Практически все регионы Северного Кавказа в рейтинге показали минимальный размер заработной платы. Так, в Чечне она достигает 25 тысяч рублей, а в Ингушетии чуть больше 24. А самые большие зарплаты получают на севере страны и в Москве. Они превышают 100 тысяч рублей. В Дагестане участникам программы «Земский доктор» увеличены суммы выплат. Она выросла до полутора миллионов рублей для врачей и до 750 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. Кроме того, сняты все возрастные ограничения. Теперь поехать в сельскую местность и получить средства сможет любой врач, независимо от возраста. Такие меры помогут дополнительно привлечь в отдаленные районы медицинские кадры. В прошлом году, благодаря программе «На село» поехали работать 224 врача и 10 фельдшеров. А всего в сельской местности трудоустроены уже более тысячи врачей. Махачкалинский аэропорт предлагают реконструировать за счет Минобороны России. Об этом пишет издание «Коммерсант». Сообщается, что ранее на ремонт воздушной гавани предлагалось потратить 10 миллиардов рублей. Однако проект не был включен в комплексный план развития магистральной инфраструктуры, так как Минтранс счел запрашиваемую сумму слишком большой. Теперь, по информации издания, в Минфине страны рассматривают возможность финансирования проекта за счет средств Минобороны. Такое предложение обусловлено тем, что после перевода Каспийской флотилии в Дагестан аэропорт будет использоваться также для приема военно-транспортной авиации. Предполагается, что в ходе второго этапа реконструкции будет построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 километра и шириной 60 метров. С сегодняшнего дня по всему Дагестану будет теплая погода. В пятницу температура воздуха прогреется до 11-15 градусов практически на всей территории республики. Об этом сообщает гидромедцентр Дагестана. Вчерашние заморозки в предгорных и горных районах станут последними этой весной. Начиная с 20 марта температура больше не будет опускаться ниже нуля градусов. Исключением станут редкие селения, расположенные на высоте более 2000 метров. О спорте. Сборная Республики Дагестан по тайскому боксу не боится вирусной угрозы и не отменила учебно-тренировочные сборы. Продолжая подготовку, но уже не к чемпионату России, который отменен по причине превентивных мер, а к предстоящим профессиональным боям, которые пройдут в городе Екатеринбурге. Камиль Девятова подробнее. Давай встали. Время. Приготовились. Время. Давай. Работаем. Под руководством старшего тренера сборной Ахмеда Алиханова тайские боксеры тренируются два раза в день. Несмотря на то, что все официальные соревнования отменены, а чемпионат России, который должен был пройти в городе Сочи, перенесен на неопределенный срок, спортсмены не сбавляют оборотов. Тренировки по улучшению навыков идут полным ходом. Молодая сборная. Очень хорошие ребята. Кого-то выделять именно не хочу. Есть Гаджи Меджидов, который как раз на профбой готовится. Его бы хотел выделить как чемпиона мира. А остальные молодые, очень перспективные ребята, они покажут себя и заявят о себе на мировой стороне. Не только чемпионат России по тайскому боксу, и по боксу, вот здесь и боксеры с нами на сборах, и по борьбе, и по всем видам спорта перенесли соревнования на неопределенный срок. В связи с этим коронавирусом большой ажиотаж у нас. Гаджи Меджидов уже в эту субботу выступит в Екатеринбурге против Владимира Дегтярева. Ранее спортсмены встречались на любительском ринге. Встретился в финале на чемпионате России. Был тоже в Москве проходил в 2016 году. Там я в финале вышел разбитый, был травмирован. Я сам тоже недавно занимался, больше всего лишь, и так поиграл по очкам. А сейчас я это настроил? Сейчас настроен на победу, конечно. К тренировочному процессу сборной Дагестана присоединился и Аллахвирди Рамазанов, боец и чемпион лиги One Championship. Его бой в азиатском промоушене также отменен по причине коронавируса. Но боец не перестает тренироваться и продолжает свою подготовку у себя на родине. Бой перенесли на неопределенный срок, еще точно не сказали. Я сразу вернулся в Дагестан. И насчет боя так не расстроился. У меня все происходит, у меня все получается к лучшему, иншаллах. И сейчас я приехал домой, и у нас здесь в Дагестане проходят сборы, сборная Дагестана. И я решил помочь команде, поучаствовать с ними на сборы, потренироваться вместе. И вот сегодня мы на берегу моря, на тренировках. Несмотря на тяжелые нагрузки, личные тренера уделяют время оттачиванию технического и тактического арсенала со своими подопечными. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Уроженец Дагестана, Пайзудин Алиф, который на турнире в Санкт-Петербурге сломал шею, начал ходить. После такой серьезной травмы врачи опасались, что он может остаться парализованным навсегда. Напомним, что у него был диагностирован перелом позвоночника в шейном отделе и сильный ушиб. По прогнозам врачей, теперь у дагестанского спортсмена есть все шансы на полную реабилитацию. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Кулакова